Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Икшара. Сегодня в программе. Генерал-победитель в Министерстве обороны отметили 75-летие Сергея Дбар. В векове честь памяти предотвратить фальсификацию истории в Абхазии пройдут мероприятия к 80-летию битвы за Кавказ. Для принятия законного решения МВД направило в суд дело об особо тяжком преступлении против здоровья населения. В пятницу 30 апреля в Абхазию прибудет первая партия 6,5 тысяч доз российской вакцины «Спутник В». Как сообщает пресс-служба президента Абхазии, это стало возможным в результате договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита в Москву президента Аслана Бжания. В честь 75-летия героя Абхазии, кавалера ордена Ахзапша первой степени Сергей Дбар в Министерстве обороны прошло торжественное собрание с участием друзей, родных и близких выдающегося абхазского полководца. Смотрите репортаж Гугуцы в Ордане. Торжественное мероприятие в честь 75-летия героя Абхазии Сергея Дбар в Министерстве обороны началось с минуты молчания в память о боевом генерале. Талантливый военачальник, сильный духом, волевой и мужественный человек. Именно так сегодня вспоминает выдающегося абхазского полководца Сергей Дбар. Сергей Платоныч был выдающейся личностью. Он избрал нелегкий путь, чести и мужество, путь служения своему народу, свидетельство тому, почет и уважение народа Абхазии. Сергей Платоныч был человек, сильный духом, талантливый военачальник, много усилий, приложивших к становлению и укреплению вооруженных сил Абхазии. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов будущий кадровым офицером Сергей Дбар организовал и возглавил боевое сопротивление абхазских бойцов. Был командующим Гумистинским фронтом, начальником генерального штаба вооруженных сил Республики Абхазия. В основном наши, они находятся сейчас возле верхнего моста Иширский, вот здесь сосредоточены, а также сосредоточены возле нижнего моста, пять танков и около 200 человек. В конце августа 1992 года полковник Сергей Дбар был направлен на Бзыбский оборонительный рубеж, чтобы исполнять обязанности командующего Гагарским фронтом. С первых дней прибытия на Бзыбский рубеж Сергей Платонович приступил к выравниванию линии фронта, обеспечению личного состава вооружением, продовольствием, обмундированием, установлению связей с местным населением. В середине сентября закончилось строительство фронта. Оборона стала надежной. Вскоре при его активном участии была разработана операция по освобождению Гагры. С 1 по 6 октября 1992 года под его руководством Гагарская наступательная операция была проведена блестяще. На шестые сутки наступления абхазские ополченцы совместно с добровольцами Северного Кавказа, Турцией, Сирией, казаками Юга России, разгромив многократно превосходящие силы противника, вышли на Абхазо-российскую границу по реке Псоу и водрузили там государственный флаг Республики Абхазия. И далее при активном участии Сергей Дбар разрабатываются и планируются военные операции. В рамках торжественного мероприятия военнослужащие посетили выставку, посвященную Сергею Дбар, организованную в музее Министерства обороны. На торжественном собрании присутствовали внучка и вдова Сергея Дбар Рима Шония. Приказом министра обороны Владимира Ануа в честь 75-летнего юбилея выдающегося абхазского полководца Рима Шония была награждена медалью 25 лет Министерству обороны Абхазии. В ремешоне также была вручена серебряная монета генерал Дбар Сергей Платонович. Приказом министра обороны медалью был награжден сын Сергея Дбар, Дмитрий Дбар. Награду вручили его дочери. Сергей Дбар был одним из инициаторов создания Союза ветеранов Отечественной войны народа Абхазии Амцахара, которых впоследствии и возглавил. Сергей Платонович твердо отстаивал интересы ветеранов, интересы семей погибших, защищал их права. Сергей Платонович Дбар ушел из жизни в июне 2002 года. Сергей Платонович Дбар, Дмитрий Дбар, Дмитрий Дбар, Дмитрий Дбар, Дмитрий Дбар. 4 мая в Абхазии пройдут памятные мероприятия, посвященные 75-летию со дня рождения видного государственного деятеля, военачальника, героя Абхазии, кавалера ордена Ахтапша первой степени Сергея Платоновича Дбар. В 10 утра состоится возложение цветов к памятнику Сергею Дбар в средней школе имени Василия Аграба в селе Мгудзруха Гудаутского района. Затем посещение могилы героя там же в его родном селе. Памятные мероприятия продолжатся в Гудауте в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии, носящем имя Сергея Дбар, где в 11.30 откроется фотовыставка. В тот же день в Сухуме в 2 часа состоится церемония возложения цветов к мемориалу в парке славы. А в 3 часа вечер памяти Сергея Платоновича Дбар в Государственном музее боевой славы имени Владислава Григорьевича Арзенба. В Министерстве обороны Республики Абхазия на расширенном заседании были подведены итоги подготовки Вооруженных сил Республики за зимний период и определены задачи на подготовительный период обучения. Исполняющий обязанности начальника Генерального штаба Вооруженных сил полковник Адгур Квициния доложил о выполнении запланированных мероприятий боевой подготовки. По его словам, в ходе зимнего периода мероприятия подготовки войск, запланированные на период обучения, выполнены. После подведения итогов были поставлены задачи на подготовительный период обучения. Вице-президент Баадра Гунба провел совещание по вопросу организации мероприятий, посвященных 80-летию битвы за Кавказ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятия пройдут в рамках реализации проекта «Кавказский фронт» по поиску останков тел солдат. Во встрече приняли участие посол России в Абхазии Алексей Двинянин, руководители различных ведомств и структур республики. Подробности в материале СМГУЛАНЗЕ. Битва за Кавказ – одно из наиболее кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Основным фронтом боевых действий были Клухорский, Марухский и Санчарский перевалы. Поиск и достойное захоронение останков погибших воинов – важный вклад в дело сохранения исторической памяти. Уже не первый год в поисковых экспедициях в горные районы республики участвуют археологи, историки, спасатели, военные курсанты как Абхазии, так и России. Наша цель – это поиск, идентификация, экскумация и достойное перезахоронение останков погибших без вести пропавших советских солдат. Порядка 40 тел перезахоронено. Нам надо эту программу продолжить и более масштабно уже подойти к решению данного вопроса. Мы наблюдаем, что объекты, памятники нашего общего прошлого, исторического, героического прошлого наших народов даже в соседних государствах разрушаются. Мы, в свою очередь, наоборот, пытаемся сохранить ту историю. Это очень важное достояние наших народов, за которое мы должны бороться. Бадрагун бы отметил, что в преддверии 80-летия битвы за Кавказ в республике запланированы масштабные мероприятия. По его словам, чтобы регламентировать действия структур, будет создан координационный штаб. Возглавит его вице-премьер Абхазии Сергей Пустовалов. На совещании также присутствовали участники проекта «Кавказский фронт», целью которого является увековечение памяти погибших, изучение исторических аспектов боевых действий, а также пополнение фондов музеев новыми артефактами периода Великой Отечественной. В музее боевой славы он всячески поддержал. Сейчас ведутся переговоры. До данного момента уже есть две поисковые группы. Одна группа состоит из 18 человек, вторая группа состоит из 23 человек. Подчеркиваю, это кроме поисковой группы, туда включены уже сотрудники медиагруппы, которые будут постоянно, 24 часа в сутки, будут находиться именно с поисковыми группами, выполняя свои непосредственные функции. Посредством абхазских, российских и международных СМИ будет снят цикл репортажей и сюжетов, которые расскажут о работе над проектом. Также пройдут съемки шести фильмов о битве за Кавказ. На базе найденных материалов будут опубликованы научные работы по военно-исторической и археологической тематике. Кроме того, в рамках проекта запланировано восстановление памятников героям ВОВ на территории Абхазии. Главное, конечно, это поиск и достойность захоронения, но еще одна главная деталь, на мой взгляд, это медиаосвещение широкое. То есть разные форматы, начиная от статей, книг, фильмов, заканчивая. Есть у нас дети, которые вообще об этом не знают. То есть для них мы можем тоже свой формат рассказа. В свою очередь руководители силовых структур Абхазии выразили готовность оказывать максимальное содействие в поисковых экспедициях. Со стороны пограничного отряда традиционно оказывалось содействие в организационных вопросах. Там, где будет касаться попадание на пограничную зону, естественно, мы это будем в непосредственном взаимодействии отрабатывать. Тактически это уже налажены механизмы. И если будет такая необходимость в будущем по Кавказскому хребту на линии соприкосновения границы с Российской Федерацией, будем заблаговременно ставить в известность по налаженным механизмам, имеющимся с пограничным управлением Краснодарского края, если надо будет, к Карачао-Черкесской республике. И понимание всегда было. И только будем наращивать в этом отношении наши возможности. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин отметил, что для него большая честь принять участие в проекте «Кавказский фронт». Посольство Российской Федерации в Республике Абхазия вместе с государственными и общественными организациями республики принимает самое активное участие и придает очень большое значение сохранению исторической памяти. Хочу отметить, что очень важно поддерживать, и слава богу, что в Республике Абхазия, в отличие от условно более развитых европейских стран, где сносят, и это показывает широко по телевидению, памятники советским воинам в Польше, Чехии, Словакии и других, так сказать, так называемых развитых странах, нужно отделить политику от истории и действительно сосредоточиться на том, чтобы будущие поколения, как в России, так и в Братской Абхазии, помнили и знали историю своих государств. На каком-то этапе она была раздельной, на большом этапе она была совместной. И мне хочется, чтобы наши народы, наших двух стран Российской Федерации, Республики Абхазия уверенно смотрели в будущее, как стратегические партнеры и союзники. В завершении встречи Бадра Гунба подвел итоги, отметив, что работа предстоит долгая и серьезная. В первую очередь необходимо подготовить план график работы на текущий год. Наша задача усилить эту работу и в разы увеличить количество тех перезахороненных солдат и офицеров. Это очень важная задача. Второй момент, Сергей Борисович, я думаю, вы в рамках уже рабочей группы будете осуществлять мониторинг и подготовьте предложение по определению места установки памятника бойцам погибших на Кавказском фронте. Участники встречи сошлись во мнении, что совместными усилиями все запланированные мероприятия будут реализованы. Из Магуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Республике Абхазия приняли участие в масштабной международной просветительской акции «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба, ЮВО «Диктант Победы» включал в себя два варианта по 25 разноплановых вопросов в каждом. На ответы отводилось 45 минут. В «Диктанте Победы» в Абхазии приняли участие более 1 тысячи человек из числа военнослужащих ЮВО, членов их семей, гражданских специалистов российской военной базы, а также участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Акцию провели на специально подготовленных площадках и в аудиториях, а также на полигонах Цабал и Нагвалу. Основной целью мероприятия является сохранение исторической памяти, повышение уровня исторической грамотности общества, поощрение изучения истории Великой Отечественной войны, в которой проверили более 1 миллиона человек по всему миру. В этом году свои знания о Великой Отечественной войне проверили более 1 миллиона человек. Уголовное дело в отношениях Равицба, Талеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Андрея Локтионова и Станислава Культы передано в суд Гудрыбшеского района, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Они обвиняются в незаконном приобретении передачи, сбытии, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей – боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Особо тяжкое преступление против здоровья населения и общественной нравственности расследовано в МВД Абхазии Беридуна в суд для принятия незаконного решения. Подробности в материале пресс-службы МВД Республики. Незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта равна сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. С таким обвинительным заключением следственным управлением МВД Абхазии окончено расследование с утверждением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия направлено в суд Галского района уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации Телегина Германа Юрьевича, 1985 года рождения. Гражданин Телегин в декабре 2020 года, находясь на территории Российской Федерации, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, через мобильное приложение Телеграм вступил преступный сбор с неустановленным следствием лицом с целью организации незаконного оборота наркотических средств на территории Республики Абхазия. В ходе беседы неустановленное следствием лицо предложило гражданину Телегину передвигаться на территории Республики Абхазия на принадлежащем ему автотранспортном средстве для осуществления тайных закладок. За выполненную работу пообещало оплатить Телегину сумму в размере 500 рублей за одну тайную закладку. Гражданин Телегин согласился на условия, предложенные неустановленным следствием лицом, и 17 марта 2021 года на принадлежащем ему автотранспортном средстве БМВ приехал на территорию Республики Абхазия и заселился в гостевой дом. Затем Телегин получил геолокацию о месте нахождения наркотического средства. 22 марта 2021 года Телегин, используя ранее переданную ему геолокацию, направился в село Каман-Сухумского района, где запрал указанное наркотическое средство метадон весом более 180 грамм. Гражданин Телегин в продолжении своего преступного умысла с вышеуказанным наркотическим средством на своем автомобиле направился в Галский район, где в лесном массиве успел осуществить 9 тайных закладок до момента обнаружения его сотрудниками милиции. Герман Телегин был задержан 23 марта текущего года сотрудниками УКОН совместно со специальным отрядом быстрого реагирования МВД Республики с поличным при осуществлении так называемых тайных закладок наркотического вещества в Галском районе на проселочной дороге у лесного массива. Изъятое у Телегина наркотическое средство метадон, исследованное в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии, составило более 180,5 грамм. Наркотик был уже мерно расфасован в полиэтиленовые пакеты. В общей сложности в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции изъяли 390 свертков, предназначенных для продажи на территории Республики Абхазии. Своими умышленными действиями Телегин Герман Юрьевич совершил преступление, предусмотренное пунктом В, части 3, статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, как незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Собранная доказательная база, подтверждающая обвинение гражданина Телегина во вменяемом ему преступлении, содержит постановление о представлении результата в оперативно-розыскной деятельности, свидетельские показания, акты обследования и заключения экспертов, протоколы осмотра предметов и документов, в том числе данные с изъятого сотового телефона обвиняемого с фотографиями мест, сделанных закладок и данными геолокации, а также непосредственно вещественные доказательства. Герман Телегин предстанет перед судом. Уголовное дело в отношении неустановленного лица, действующего совместно с Телегином, выделено в отдельное производство, по которому проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Вице-премьер министра экономики Абхазии Кристина Узган встретилась с заместителем министра энергетики России Евгением Грабчаком в ходе своего рабочего визита в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии. В ходе встречи Кристины Узган с Евгением Грабчаком в Москве был рассмотрен план мероприятий по реконструкции ВЛ в Минэнерго. России выразили готовность оказать техническую поддержку, чтобы работы были исполнены в кратчайший срок. Поставка материалов для ремонтных работ на высоковольтной линии от Шкуара будет осуществляться в ближайшие дни. Стороны также обсудили вопросы разработки, реализации программы восстановления электросетевой инфраструктуры, модернизации передающих и распределительных сетей республики, возможность заключения долгосрочного контракта на поставку приборов учета. В настоящее время состояние здоровья посла Абхазии в России Игоря Ахба удовлетворительное. Об этом Абстнапресс рассказал по телефону сам дипломат. Напомним, 24 апреля Игоря Ахба госпитализировали с коронавирусом в одну из московских клиник. По его словам, лечение находится на завершающей стадии. В данный момент он проходит этап медикаментозного лечения. 29 апреля в Общественной палате состоялось пленарное заседание, на котором путем тайного рейтингового голосования членами Общественной палаты были избраны в Тандилгарске, представлены Республиканская общественная организация ветеранов войны АРУА и Эрик Арштуни от Республиканской общественной организации Абхазское народное движение. На участие в конкурсном отборе для избрания в состав Общественной палаты было подано 10 заявлений от разных политических партий и общественных организаций. По плану профилактических и противоэпизоотических мероприятий на 2021 год Государственной ветеринарной службой предусмотрены диагностические исследования на бруцеллезы и туберкулез крупного рогатого домашнего скота Такие мероприятия прошли в Сухумском районе Об одном из них в репортаже Алики Трапш Диагностические исследования на бруцеллезы, туберкулез крупного рогатого скота ветеринары начали с Сухумского района Ранее специалисты провели совещание с главами администрации сел о том, что у сельчан, которые реализуют молочные продукты на колхозных рынках должны быть проверены коровы на бруцеллез и туберкулез Стоит отметить, что бруцеллез может иметь острое хроническое или бессимптомное течение Больше всего к болезни предрасположены взрослые особи С инфекционным недугом трудно бороться Коровы от бруцеллеза не умирают, но снижают продуктивность Они быстро заражают остальное поголовье Но самое главное, они могут заразить и человека Хроническая заболевание серьезное, которое передается от коров Человеку при употреблении молока, молочных продуктов И потом человек всю жизнь страдает Чтобы не допустить заражения человека Мы проводим ежегодную эту профилактическую процедуру С целью выявления больных животных на бруцеллез Даже первый сыр, это самая опасная вещь, творог, это самые опасные продукты Потому что там бруцелл не погибает Кипячение убивает бруцеллез, в смысле бруцеллу А остальные виды сырое, молоко, оно попадает в организм и человек заболевает По плану в Сухумском районе предусмотрена сдача до 200 проб крови крупного рогатого скота Чье молоко и молочные продукты реализуют на рынках Ответы анализов на бруцеллез будут готовы на следующий день после сдачи А пробу, поставленную на скотине на наличие туберкулеза Через 72 часа ветеринар посмотрит В случае при пухлости животное больное Но пока что случаев заболевания крупного рогатого скота туберкулезом в республике не зафиксировано Но несколько лет назад в Гагарском районе были выявлены случаи заболевания коров бруцеллезом Так как эта болезнь у животных не лечится, коровы были отправлены на утилизацию Поэтому специалисты призывают владельцев скота вовремя проводить диагностику Я призываю население отнестись к этому серьезно И беспрепятственно мы должны эту процедуру провести Списки жителей, которые сдают анализацию молока и молочных продуктов у нас есть Главы администрации нам предоставили И эту процедуру мы будем продолжать в течение года И то, что сейчас весенний период в основном мы возьмем туберкулезацию сделаем И в осеннем тоже вторую туберкулезацию будем делать А на бруцеллез исследование крови мы сделаем только сейчас весной Анна Ятумян уже много лет реализует молоко и молочные продукты на рынке Женщина отмечает, что ей важно знать, здоровы ли ее коровы И потому ежегодно их диагностирует После войны я занимаюсь молоко продаю, сыр продаю И всегда анализы сдаем, всегда приходят уколы, все мы делаем Сами тоже боимся, нам тоже же это очень важно узнать Я боюсь, мы сами тоже кушаем, дома кушают все дети Так что нам тоже это надо Диагностические исследования на бруцеллез и туберкулез крупного рогатого скота Проводятся бесплатно После Сухумского района мероприятие продолжится в Гулрыбшском Сухумский офис детского фонда ООН ЮНИСЕФ в сотрудничестве с благотворительной общественной организацией КЕРАЗ Завершил четвертый этап оказания гуманитарной помощи семьям в трудной жизненной ситуации во всех районах Абхазии В рамках четвертого этапа помощь была оказана 377, включая 1146 детей и 888 взрослых членов семей Семейные наборы, приобретенные ЮНИСЕФ при финансовой поддержке шведского агентства по международному развитию Рассчитаны на месяц и включили в себя продукты питания, средства гигиены, а также базовые медикаменты Ранее по результатам трех этапов оказания помощи в октябре-декабре 2020 года было охвачено более 480 семей с детьми Большая часть которых получала помощь ежемесячно В завершении выпуска, как всегда, о погоде По сообщению гидрометцентра, в пятницу 30 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность Ночью и днем возможен туман с моросью днем без осадков Температура воздуха ночью 8-13, днем 17-22, температура морской воды 13 градусов На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин